Здравствуйте, в эфире еженедельные новости Смоленской АЭС в студии Алекс Соловью. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Проект по профориентации «Дорога в будущее». На Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 3087 мегаватт. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 19 дней октября составила более 1,2 млрд кВт-часов, что превышает плановое задание на 349 млн. С начала года выработано более 16,5 млрд кВт-часов. Сверх плана 1 млрд кВт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. В Якимовичской средней школе-интернате прошли мероприятия проекта по профориентации «Дорога в будущее». При поддержке госкорпорации «Росатом» и Смоленской АЭС мероприятие провел благотворительный фонд Регина Юрьевой. Социально значимый региональный проект «Дорога в будущее» разработан благотворительным фондом Региной Юрьевой и успешно реализован в регионах присутствия атомной отрасли в Ульяновской, Нижегородской, Курганской, Московской областях. Проект, который сегодня перед вами будет представлен, и Регина Германа об этом вам будет сегодня говорить, вам может помочь в выборе своей будущей профессии, будущей специальности, определении будущего направления вашей деятельности, чем вы будете заниматься. Над этим всегда нужно задумываться. Цель проекта – гражданская идентификация и социальная адаптация школьников и воспитанников детских домов, осознание своих профессиональных намерений, интересов, склонностей для успешной социальной адаптации в социуме, формирование профессиональных навыков. Это очень важно, чтобы они определились в дальнейшем, после окончания школы, после того, как они будут обучаться в высших или средних специальных учебных заведениях, в выборе именно профессии по своим интересам. Поэтому мы всегда заинтересованы в таких встречах. В течение двух дней программы ребята прошли профориентационное тестирование, разобрались в типах профессий и требуемых для них качествах, получили навыки самопрезентации, попробовали себя в деловых играх, как проходить собеседования и как их проводить, смоделировали участие в экономическом форуме, посмотрели много уникальных видеосюжетов, роликов и мультфильмов, которые помогают определиться с выбором будущего. Мы учимся проходить собеседования и сами проводить собеседования. Играем в участие на экономических форумах. Различные модули, собранные и разработанные нашими привлеченными специальными экспертами, сформировали такую программу, что дети просто все в восторге. В дар учреждению организаторы передали лицензионную профориентационную продукцию, с которой педагоги-психологи школы-интерната смогут работать в дальнейшем. Проект «Дорога в будущее» включает в себя также заключение трехстороннего соглашения между фондом, детским учреждением и предприятием региона расположения о прохождении воспитанниками производственной практики с возможностью дальнейшего трудоустройства. Росэнергоатом.ру А также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин